Один прадед, летчик, прошел всю Великую Отечественную войну, второй пропал без вести. Внучка Милана Зейналова, любовь предков к родине разделяет, вступила в ряды юнормейцев. Накануне скорбной даты пришла к мемориалу, чтобы почтить память павших воинов. Для меня больше радость, что все это закончилось и что наши предки сделали так, чтобы всегда было чистое небо на нашими головами. Интерес к истории у школьников и юнормейцев подпитывает Владимир Макарышкин. В прошлом военный, а сейчас учитель ОБЖ. Сейчас много говорят о том, что дети ничего не знают. Нет, дети знают. Иногда путаются, может быть, маленькие дети, начальная школа путают с какими-то датами. Но самое главное, дети понимают, что такое война вообще, у них есть такое понимание. И какая-то была трагедия, они это воспринимают, я думаю, что до глубины своей души. За победу над фашизмом Советский Союз заплатил высокую цену. Тогда и представить никто не мог, что в 21 веке потомкам победителей снова придется сражаться с коричневой чумой. Станислав Улитин с самого начала спецоперации помогает волонтерским организациям с отправкой на фронт гуманитарной помощи. 22 июня – это день скорби. Действительно, скорби и памяти. Памяти о наших великих дедах, прадедах. И память, которая нам сегодня дает возможность помнить, кто напал на нашу страну. Помнить, как нам ответить. И эту память передать нашим детям. Приближают победу и воспитанники Ершовского культурно-досугового центра. Плетут маскировочные сети, пишут бойцам письма, участвуют в патриотических акциях. Однажды получили необычную просьбу – прислать гармонь. Решили – музыка, их профиль. Пожелания бойцов выполнили. Так и победим, говорит Геннадий Горьковый, объединившись всей страной. Это то, что позволило победить в 45-м. И то, что, безусловно, позволит нам победить и сейчас. Каждый делает свое дело в этом направлении. И свой маленький кирпичик в нашу общую победу вкладывает. Победа будет за нами. Накануне Дня памяти и скорби. Местные жители, депутаты, школьники и юнормейцы возложили цветы к мемориалам не только в Горках-Вторых, но и в других населенных пунктах округа.